Монастырь Паулинцелла Монастырь Монастырь очень быстро богатил, приобретал влияние и со временем стал богатым габанством. Обращаю ваше внимание на эту голубую машину. Это машина из следующего сюжета о монастырском огороде лечебных трав. В 15 веке во время христианских войн монастырь был разграблен. Затем в 1542 году во время реформации было отменено и самогенедиктское аббатство. После закрытия монастырский комплекс стал разрушаться. Восстановление его началось только с 1680 года. Все имущество бывшего аббатства перешло во владение графской семьи Шварцбург-Кудальштанских. И в 18 веке возле разваленного монастыря для графской семьи был построен охотничий дом. Это желтое здание. В настоящее время в этом охотничьем доме находится музей истории монастыря, лесного хозяйства и охоты. Руины монастыря открыты для бесплатного посещения круглых годов. Как романское здание, руины монастырской церкви были одним из важнейших памятников бывшей ГДР и включены в центральный список памятников. С начала XVIII века монастырские руины стали преобладать особое значение благодаря всплеску национального сознания убийцы. Гёте и Шиллер неоднократно бывали в полинцеле и были очень впечатлены разваленными монастыря. Гёте даже отмечал в полинцеле свой день рождения в 1817 году под настоящим порядом с аруинами за годние граждения. Редактор субтитров А.Семкин